Обычно понятно в этой рубрике становится ближе к ее финалу, поэтому пока непонятно ничего. Пока начнем. Сейчас, чуть позже я прочитаю, о чем мы будем говорить, пока Александр представляет гостей, я сама попытаюсь уникнуть. Ну, конечно же. Павел Хаснулин, второй раз уже в представлении особо не нуждается, а также вместе с ним пришел кандидат химических наук Игорь Ломовский. Доброе утро. Товарищи, кандидаты сегодня нам помогут разобраться в работе нейросети, и вообще, оказывается, нейросеть такое может, мы сейчас поняли, мы вам сейчас все по порядку расскажем. Но вот нейросеть конкретно сибирских ученых для анализа растений поможет автоматизировать диагностику рака, оказывается. Это первое. Второе. Сибирские ученые придумали способ борьбы со скрытым голодом. Что есть скрытый голод и что за способ с ним борьбы, почему вообще с ним нужно бороться? Это тоже обсудим обязательно. И, конечно же, наши сибирские прекрасные ученые создали многоразовые сорбенты для очистки водоемов от тяжелых металлов. Об этом по порядку. Давайте начнем с той нейросети, которая была для расчета, для анализа растений, а потом раз и помогла автоматизировать диагностику рака. Как это? Игорь. Или Павел. Кто начнет? Игорь начнет, потому что работа выполнялась в их институте. И он расскажет подробно, каким образом разрабатывался этот алгоритм и, соответственно, каким образом происходил анализ компонентов растений. И как это привело в результате к тому, что ученые предположили, что это возможно применять также и для диагностики онкологических заболеваний. Вообще, изначально была задача именно автоматизировать диагностику рака или вы как-то к этому потом пришли внезапно? Нет, конечно. Рак мы диагностировать пока что не можем и собираемся только в будущем. У нас задача стояла по-другому. Есть растения. Хочется понять, как оттуда выделяются какие-нибудь биологически активные вещества. Для этого хочется написать уравнение. Уравнение нужно вставить в функцию упорядоченности клеточной стенки растения вообще. Примерно понятно. Это можно сделать, проанализировав фотографии, микротонкие срезы этих растений, грубо говоря. Дальше встает вопрос, а хочется из этой фотографии сделать какую-то циферку? Ну вот ту самую формулу. Как из фотки сделать формулу? Как из фотки сделать формулу? Этим вы занимались? Нет, этим занимаются математики. Причем они этим занимаются в течение последних лет 50-ти. И придумали 17 параметров анализами фотографий на степень упорядочения. Насколько там клеточки лежат ровненько, насколько они одинаковые. Это специальные математики из Института твердого тела и механохимии или это обычные математики? Это специальные математики из Института системы информатики. Мне кажется, для каждой науки нужны свои математики. Нет, ну вот смотрите, у нас когда-то был Игорь Черных, который как раз занимается... С суперкомпьютерами. Да, и в том числе они работают над вот этими вычислениями грандиозными, которые используют нейросети. И вот в данном случае мы как раз говорим о применении, о том применении, которое это может быть действительно использовано уже в настоящем. И помочь химикам в данном случае. Так вот, хочется получить из фотографии циферку, а у математика для этого аж 17 разных параметров. И нужно понять, каким пользоваться, да? Нужно понять, как им пользоваться и нужно обрабатывать достаточно большие объемы этих фотографий. Ну то есть по одной фотографии мы ничего не скажем. Нужно что-то набрать статистику. Сколько времени вы потратили, набирая статистику? Полгода, наверное, если не больше. Ой. То есть вот эта работа, это не работа четырех человек, сидящих в одном институте. Мы делаем разное растительное сырье, разным образом подготавливаем. Потом в институте химической биологии, фундаментальной медицины, на специальном только у них умеющемся электронном микроскопе, они делают эти фотографии. После этого математики эти фотографии пытаются обработать математически, а мы с другой стороны характеризуем химические параметры этой системы. И потом мы сваливаем все эти данные вместе и пытаемся разобраться, как они коррелируют друг с другом. Так вот, проблема была получить эту циферку. Проблема в обработке достаточно больших количеств фотографий. Человека можно посадить, и человек там 8-10 лет будет сидеть и там разбирать фотографии на стопочке. Здесь вот неупорядочено, здесь чуть-чуть, здесь еще больше, здесь еще больше. Это сложно. Ну, как и трудозатратно сильно. Есть такая вещь, как нейросеть. Грубо говоря, программа, которая может сама подстраивать свой алгоритм, зная конечный результат. То есть, если взять, разобрать, например, 100-1000 фотографий, приписать ей определенные степени передачения, ну, некий параметр. И она остатки раскидает по образцу. Искормить эти фотографии программе, да, она потом сможет сама, она сама выстроит алгоритм и сможет по нему сама распределять по этим параметрам. Задача была именно такая. Мы ее делали для себя и до сих пор еще делаем. И оказалось, что очень похожая задача стоит у медиков, потому что... При диагностике рака. Не только при диагностике рака. Вообще, то есть, при любой операции, когда у человека отрезается... При любой диагностике. Здесь речь идет о гистологии именно. То есть, о распознавании типов клеток и процессов, которые в них есть. Все понятно. Задача была определить, какой тип клеток. Нормальные ли эти клетки или уже раковые. Потому что патологоанатомы, которые анализируют, они видят клетки, да, и их учили много лет, как определять одни виды клеток, другие виды клеток. Но программы для этого нет. И при этом у них это занимает неимоверное количество времени. То есть, на практике, в будущем, может быть, что нейросеть будет приспособлена определять вместо врача? Скажем так, это наиболее целесообразный и правильный путь развития современной диагностики. То есть, сейчас мы переживаем эпоху компьютеризации, информатизации всего. В том числе, если говорить о медицине, это диагностики. Все диагностические процессы должны быть автоматизированы. То есть, участие врача, точнее, участие врача будет применимо только как эксперта. То есть, он будет оценивать результат, а не сам проводить результат. То есть, это уменьшает количество возможных ошибок. Это, во-первых, человеческий фактор исключит. Во-вторых, я надеюсь, что это сократит время диагностики. Это, во-первых, очень сильно сокращает время, то есть, ускоряет диагностику. Во-вторых, действительно, мы минимизируем фактор ошибки. За счет именно использования нейросетей. Ну, а вот конкретно лаборатории Игоря, они занимались выявлением, соответственно, биологических веществ внутри, насколько понимаем, молекул. Ну, смотри, внутри клеток растений, да? Мы занимались пониманием того, как эти биологические вещества выходят из клеток. Мы знаем, что они там есть. Вопрос не в том, чтобы их найти. А вот дурацкий вопрос, а вам зачем? После рекламы узнаем ответ. Элементарно не в смысле всякое там не сосветится, а в смысле очень полезные и правильные вещи, но понятным языком в нашей рубрике. Сегодня у нас в гостях Павел Хаснулин, научный популяризатор, кандидат медицинских наук и кандидат химических наук Игорь Ломовский. Доброе утро еще раз, друзья. Говорили о том, как нейросети сибирских ученых для анализа растений помогают автоматизировать диагностику, в том числе и рака. Вообще, любую диагностику, касаемую гистологии, то есть клеточек. Я запоминаю слова, которые вы говорите. Я очень рада. Хорошие. На примере фотографии разбирали, как определенный механизм может их сортировать, по примеру, заданному человеком. И это помогает, во-первых, понять, как устроены процессы выделения растений. И на этом примере поняли, что диагностика таких вещей, как, например, онкологические заболевания, тоже примерно так же построена. Ее можно там использовать. Это поможет, во-первых, минимизировать время ожидания диагностики. Ну, то есть человек вручную дольше будет решать, грубо скажем, онкология у вас или не онкология. Это будет с помощью нейросетей намного быстрее. И, конечно же, исключит большое количество ошибок, которые случаются по вине человека. Человеческий фактор никогда нельзя исключать. Ничего, что я рядом здесь. Ничего, я просто коротко правильно подытожила или что-то еще нужно добавить? Правильно, все правильно. Примерно вот так. Давайте вторую новость. Давайте дальше, да. Сибирские ученые еще придумали способ борьбы со скрытым голодом. Что есть скрытый голод, насколько он опасен, почему с ним надо бороться? Павел, как видит, может быть? Не, ну я прокомментирую, вы давайте рассказываете саму новость. Начнем сначала. Понятно, что такое обычный голод. Это недостаток основных элементов. Ну хотя бы, жирки, жиры, белки, углеводы. Ну уж не все просто, пошел, поел и все. Ну и сейчас у нас нет этой проблемы. Все едят столько, сколько надо и даже больше. Больше. В этом проблема сейчас. Это другая тема для разговора. Но при этом есть еще много других соединений, веществ, которые людям нужно потреблять. Кроме всем известных микроэлементов и витаминов, есть еще огромное количество, список из 300 соединений, веществ, которые хотелось бы, чтобы человек потреблял для правильного функционирования организма. Что это за вещи и почему, по каким причинам человек их не употребляет? Потому что человек мало сейчас ест низкопереработанной пищи, грубо говоря. Какой пищи? Да, он уже переработан, не создан, но он переработан. Да, с ним человек что-то сделал и получился другой продукт. Например, мучные изделия, тот же самый сахар рафинированный и так далее. Да, есть всякие флавоноиды, горечи, которые тоже бы очень хотелось потреблять. Но они невкусные, поэтому люди их не едят, так? Дело не в том, что они невкусные, а в том, что при тщательной обработке растительных компонентов они уничтожаются. В результате термической обработки, химической обработки и так далее. Они не честны, но на самом деле они еще и невкусные. Мало кто у нас вообще ест рябину. Отдельно они невкусные. В детстве мы ели, а сейчас? А сейчас берешь трубочку, вот так вот делаешь. Давайте к делу. Давайте к делу, в каких продуктах они содержатся, все-таки что мы можем сейчас сделать, что еще сохраняется, откуда мы их все еще можем взять, эти элементы? Можно взять из пробирочки. То есть сейчас есть огромное количество производств, которые производят сразу готовые компоненты. Грубо говоря, функциональные компоненты питания. Многие из них невкусные сами по себе. Никто не будет дома бодяжить себе какие-то коктейльчики. Ну, есть люди, но их мало. А есть такое понятие, как функциональный продукт. Продукт, который замещает 15% дневной нормы по какому-нибудь показателю. Нужно, чтобы он был не только полезный, но еще и вкусный. Для этого нужно как раз эти соединения, которые чаще всего горькие, противные, спрятать. Замаскировать? Да. Ну, замаскировать. И вы научились это делать? Да. Мы научились особым образом забивать их в олигосахариды. Что это? Это короткоцепочечные углеводы. Быстрые, которые называются. Да. Но они не обязательно быстрые, но они короткоцепочные. Представьте, знаете, есть целлюлоза. Вот этот углевод, он линейный, а бывают углеводы полимерные, которые как расческа. У нее такие зубчики, у расчетки есть основная цепь. И вот если забить нужные молекулы между этими зубчиками, они как бы с одной стороны есть, и в организм они будут работать как надо. Но с другой стороны, попадая на рецепторы, они не взаимодействуют с этими рецепторами. Очень жаль, что по радио не слушают, как он показывает на пальчиках все это. Соответственно, когда мы едим продукт, он не горький, он вкусный. А кроме этого, попадая в организм, он еще и становится полезным. Вот, теперь все понятно. Вы самые первые это придумали, и пока аналогов нет. Ну, мы не самые первые придумали. Может быть, мы первые, кто сейчас применяет это для пищевки. Кто внедряет это? Когда мы уже сможем этим пользоваться массово? Ну вот, надеемся, что в ближайшее время. Сок можете попить прямо сейчас. То есть в НГТУ, в столовой, они даже его продают такие соки. Ого, вот это круто. Давайте последнюю новость про сорбент. Давайте, у нас осталось уже ноль минут, но очень быстро. Сибирские ученые создали многоразовые сорбенты для очистки водоемов от тяжелых металлов. По некоторым элементам сорбент на основе бурого угля снижает концентрацию в воде на 70%. Насколько это важно, какая вода плохая, какая хорошая? Где это будет применяться? Да. С чего начинать? С важности или где применяться? Давайте с важности. С важности. Мы живем в большой стране, у нас много воды. В озерах, у нас, в реках вода более-менее нормальная. Но в целом она плохая. Есть огромное количество мест, которые являются концентрацией, где концентрация очень высокая. Это заводы, на которых перерабатывают металлы. Это сельскохозяйственные предприятия, где выращивают свиней или чего-то подобное. У них есть огромная проблема со сливами, стоками и всем остальным. И нам тоже не хочется, чтобы они сливали эту воду. И она вся в тяжелых металлах. Не только. В общем, проблема в том, что нет каких-то дешевых сорбентов пока. И вот бурый уголь, как дешевый материал, он может как раз стать основой для этих сорбентов. Правильно. И они будут использоваться в фильтрах? Да. Не в фильтрах. Есть специальные озера-отстойники, куда эта вода заливается. Туда таблеточка сорбента кидается? Ну, скорее КАМАЗ. Ну, в общем, так как бурый уголь дешевый и его много, его как раз можно для этого прекрасно использовать. Давайте закругляться. Спасибо вам большое. Я еще хочу сказать, что сегодня помимо Всемирного дня защиты детей, еще Всемирный день молока. Поэтому пейте, дети, молоко, будете здоровы. Спасибо большое. Павел Хаснулин, Игорь Ломовский были у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо.